У меня сразу будет другой настрой в реинвестии. Людям помогают. Духовная сила означает бескорыстие. Возвышенные люди бескорыстные по природе. Но мы... Потому что они в основном думают о Боге только. И поэтому они не скверняются желанием выжить в этом мире. Бог дает им возможности жить. Что это за возможности? Он контролирует их голод, их желания. То есть у них минимальные потребности возвышенных людей. Они ни в чем не нуждаются, поэтому они счастливы. Они живут спокойно. Они доставляют радость людям, поэтому люди дают им все необходимое для жизни. Жертвуют им все. Не надо считать, что духовно возвышенные люди, какие-то примитивные люди, или обделенные. Вот у них нет как бы связи, поэтому они бедные там в монастыре. У них самая высокая связь. Связь с Богом. Он самый главный в этом мире. Подумайте об этом. Духовная сила приносит человеку удачу. Она поддает понимание, как развиваться. И развивает все остальные качества, характер. Само собой. Смотрите, закон очень простой. Если я развиваю сам себя, то я действую по законам своей судьбы. Судьба означает, если у меня есть что-то хорошее уже внутри заложено, то это хорошее мне принесет удачу. Но у меня обязательно есть что-то плохое. Это что-то плохое обязательно мне принесет трудности. Но человек может действовать не только по законам своей судьбы. Он также может действовать и по законам той судьбы, той программы, которая заложена в нем как надежда. Человек рождается с миссией. Миссия — это не то, что мы сами хотим. Это то, что хочет от нас Бог. У нас у каждого человека есть миссия в жизни. У каждого человека. Когда человек действует по этой миссии, то тогда судьба перестает влиять решающую роль на его жизнь. Решающую роль играет удача. Есть нужные люди, а есть бесполезные. Кто такие бесполезные люди? Те, которые живут для себя. А нужные — это те, которые приносят счастье всем вокруг. Ведах это сравнивается с сучей, которая проливает дождь, и на скалы, которым этот дождь вообще никак не нужен. А он стек с них и в воду даже проливает, которая тоже этой дождь не нужен в воде. Она и так водяная. А он также проливается и на почву, из которой растут злаки и так далее. То, что нужно для жизни. Богатый человек сравнивается с сучей. Ведах много таких интересных сравнений. Например, там есть такое сравнение, что если у богатого человека неверная жена, она сравнивается с молнией. Когда богатый человек контактирует с какими-то другими большими тучами, то она начинает испытывать от них наслаждение. И когда молния перескакивает с одной тучи на другую, наступает вспышка. И в это время богатый человек теряет силу, начинает лить дождь, куда попало. В результате он теряет силы. Веда сравнивается, что неверная жена, она тратит силы богатого человека. Поэтому одно из важных условий для того, чтобы успешная жизнь была, нужно, чтобы жена не разрушала семью, чтобы она была верной. Это очень важное условие для успешного лидера. Ну, женщине, соответственно, нужен муж хороший, чтобы он не мешал правильно действовать в этом мире. Вот это и есть удача. То есть, когда человек верующий, он чувствует, у него есть чувство. Чувство вот здесь находится. Здесь находится сверхдуша или представительство Бога в сердце. Оно даёт чувство, кто поможет в миссии, а кто помешает. Потому что красивых людей много. Но красота не означает, что поможет. Чувство даст, знание даст, что этот человек помешает. Хоть он и хороший, красивый, приятный. А это поможет в миссии. Может быть, не такой сильно красивый. Потому что у женщин два типа красоты есть. Один тип красоты возбуждает карму, он вызывает чувственную деятельность. вызывает чувство. Такое, как бы, жгучее чувство. А второй тип красоты у женщин, этот тип красоты имеет природу вожделения или наслаждения. А второй тип красоты идёт от хороших качеств у женщины. Он имеет не такую, не жгучую природу, природу, спокойствия, веры, гармонии, радости даже. И человек, который имеет миссию в жизни, он чувствует, что какая ему должна быть жена. Ему Бог подсказывает. Называется удача. Как примет привёл. Двигаемся вперёд. Так как эгоизм или желание жить для себя разрушает все хорошие качества, все плохие качества характера означают эгоизм, жадность означает эгоизм, лень означает эгоизм, нерешительность означает эгоизм, отсутствие энтузиазма означает эгоизм и так далее. Всё это означает эгоизм. Поэтому духовная сила, когда человек настраивается на святого человека в своей жизни, духовная сила освобождает его от всех плохих качеств характера. Следующее качество характера, которое нужно для духовной силы и веры, это первое, главное, я о нём много говорил. Следующее называется целеустремлённость. Это тоже тип веры, но это уже тип веры в свою миссию. Вот почему человек целеустремлённый? Потому что он верит в свою миссию. Я в самолёте вот сейчас из Индии летел и смотрел фильм поддубный. Человек верит в свою миссию. Его миссия — побеждать всех. Доказать, что русский человек сильнее. Не знаю, почему именно побеждать, но вот его миссия была побеждать всех в борьбе. И он верил очень сильно. И раз его обманом победили, там фильм показывается, он настолько сильно расстроился, что вошёл в ступор. Его потом еле жена вывела из этой любови, вывела из ступора. Любовь — самая мощная сила, возрождающая человека. Цельюстремлённость означает веру в миссию. А миссия рождается из веры в Бога. Это Бог даёт миссию человеку. Сам человек, некоторые подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, я не знаю, чем я заниматься. Расскажите мне. Я же не Бог. Это Бог даёт. А Бог даёт как награду. А почему Он даёт как награду? Потому что вы трудитесь над собой. Трудитесь. То есть вы учитесь молитве, учитесь воздержанию, каким-то аскезам. И как награду вы получаете понимание, что полезного в этом мире вы можете сделать. Это называется миссия. Цельюстремлённость — это вера уже в свою миссию. Это тоже вера, как некоторые говорят, в себя. Это не в себя вера, а в свою миссию. Даёт способность преодолевать препятствия. Если человек целестремлённый, он не может остановиться. Он верит, что это его миссия, он будет идти до последнего периода. Никогда не остановится. Цельстремлённость не означает упрямство. Потому что когда человеку прямо им по башке дадут, он начинает думать, может, я не туда пошёл. Как этот детский анекдот. Угу, 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 филин летит. Бум, ого. Мы не филины. Надо лететь дальше. Ну, то есть, если ты знаешь, зачем ты летишь, то тогда у тебя не будет угу. Ты будешь дальше лететь. А почему ты это знаешь? Потому что это знание идёт не от тебя, оно ведёт тебя по жизни. Это твоя миссия. Миссия дана Богом, а не самим собой. Дальше следующее качество лидера успешно. Успешно дают успех понимания своей природы. Мы говорили, что есть четыре природы у человека. Есть человек, который вообще не должен никого с тобой вести. Ну, просто не должен. У него нет на это полномочий. Его никто не слушается, никто не уважает. Никто не будет за ним идти. Ему надо... И он, к тому же, хочет постоянно заниматься чем-то, что ему нравится. Между чем он другим может помочь, а что ему нравится самому. Ему хочется делать то, что ему нравится. Это не лидер. Лидер хочет делать то, что надо другим. То, что в жизни людям помогает. Это лидер. Ему хочется поменять этот мир, эту жизнь. Светить всегда, светить везде. Это дней последних донцев. Светить я никаких гвоздей. Вот воздух мой и солнце. Солнце всегда светит, оно не спрашивает, хорошо или нет. Ему задницу подставляют некоторые, но все равно светит. Прямо в задницу ему светит. Это становится причиной, развитие заболеваний, плохих оскорнений. Человек оскорняет. Хочешь по заднице, нет проблем. Задницу солнцу не подставляют. Учимся быть культурными. Часто вообще люди появились странные. Они не только задницу, они все солнце подставляют, открывают. Мы с чем-то отличаемся от животных, правильно? Тем, что мы имеем стыд. А они как бы... Ну, чтобы... Ну, чтобы не было слишком резко звучало, они одну букву просто поменяли и назвались нудистами. Ну, первую букву поменяли. Вот. Ну, чтобы не было слишком уж там... и звучало слишком некрасиво. Вот. Мы не должны так жить. Это не человеческие формы жизни. Это животные в человеческом теле. так сильно. Понимание своей природы означает, я человек. Означает разумное существо. Разумное означает, есть какие-то нормы приличия. Они идут, опять же, от развития. Допустим, если человек оголяет тело, то у него увеличивается телесная концепция жизни. Есть пять концепций жизни. Первая — это духовная концепция. Духовная означает, что я забыл про себя вообще, то есть я живу только для других. Означает, человек чувствует себя как душу, начинает чувствовать вечность в себе, начинает знать свое предназначение, свою миссию, начинает чувствовать необыкновенное счастье, когда человек вообще только для других живет. Он забыл про себя. Это духовная платформа. Есть платформа знания, когда человек действует согласно знанию какому-то. Это называется деятельность позиции разума. В этом случае знание означает также, Действовать на благо других. Потому что законы в этом мире такие. Если человек отдаёт себя, то этот мир отдаёт ему всё необходимое для жизни. Мы как обычно, мы хотим сами себя обеспечить всем необходимым. Законы такие. Ты отдаёшь себя, те отдают назад. Даже просто элементарно в отношениях с подчинёнными. Ты им отдаёшь себя честно с помощью знания. Если ты им все деньги отдал, это будет не значит, что это знание. Они их возьмут, скажут спасибо и разойдутся. Это им больше не нужно. Должен быть сильным. Сильным означает, что у тебя есть средства, у тебя есть связи, у тебя есть власть, законы и так далее. Но при этом ты живёшь, это делаешь для других, чтобы все были счастливы вокруг. Ты хочешь дарить им любовь. Это лидер так действует. Это значит, что его разум направлен в правильное русло. Действует с позиции разума. Разумное существование. Две концепции, которые приносят человеку счастье в жизни. Духовная платформа, платформа разума. Следующая платформа — платформа ума. Означает, что мне нравится, то и делаю. Эта платформа уже не приносит счастья. Это так называемая платформа свободы. Мы свободные люди. Что хотим, то и делаем. И пробиваем законы. Всё дальше и дальше пробиваем законы делать то, что нравится. Вот, допустим, нам нравится сексом заниматься с детьми. Давайте сделаем такой закон, чтобы можно было. Нет проблем. Это платформа ума, это не платформа разума. Неразумное существование так действует. Есть законы Бога. Они дают... Человеку даже без бумаги можно, без священного писания можно узнать законы Бога. Узнать через совесть. Вот здесь вот Бог живёт перед совестью. Совесть подсказывает, с детьми не надо сексом заниматься, это нехорошо. Раздетым не надо ходить. Почему? Потому что самая низкая платформа наступает, телесная концепция жизни. Разум сильно привязывается к телу в этом случае. Не к Богу, не к цели, а к телу. Человек очень сильно оболевает желания разные. Когда человек раздевает, сразу половое желание вспыхивает огромной силой у него, у сердца. Это уже неразумное состояние сознания. И так понимание своей природы. Я не тело, я душа. Жизнь прекрасна, хороша. Я одетый, поэтому я одетый. Почему? Потому что я душа. Как одетый? Нормально, чтобы не привлекать лишнего внимания, не задержать окружающий день. Есть еще больше. Дальше двигаемся вперед. То есть платформа ума означает желание действовать как хочу. Есть еще чувственная платформа. Означает вообще настроение меняется каждые пять минут. То есть человек не может вообще себя контролировать. Есть телесная платформа. Телки и телки. Телесная платформа. Означает качаемся, фигуру делаем, больше ни о чем не думаем. Телок думает только о теле. А тело же стареет постоянно. Очень неэффективный вклад. Вы будете вкладывать в тот банк, у которого деньги тают каждую секунду? Нет. Это разумно. Тело стареет. Ты его качаешь, а оно каждый день стареет. Ну, поддерживать здоровье нормально. Ну, зачем он тут сделал, там, крутой. Десять лет прошло, все уже, все обмякло. Все. Потому что тело стареет. Не расстанусь с консомолом. Буду печь на молодым. Ну, так можно, конечно. Но если ты как бы думаешь, что телом надо заниматься. Конечно, его надо поддерживать, здоровье надо иметь хорошее. Это факт. Но не думать, что это цель жизни. Итак, природа есть более глубокое понимание своей природы. Это уже углубление в природу разума. Вот когда человек понял, что он должен быть разумным, он лидер уже. А теперь, какой у меня разум? Чем я должен заниматься? Четыре типа есть. Первый тип – это те, которые верят, что знание спасет мир. Это люди, которые дают знание людям. И чтобы давать знание, надо самому сначала над собой заниматься серьезно. Этот первый тип очень сильно много уделяет самосовершенствованию внимания. Чтобы быть полезными людям, надо работать над собой, сильно работать над собой. Второй тип разума означает управление, законы, структура спасет мир. И все эти знания правильные. Конечно же, структура спасет мир. Конечно же, управление спасет мир. Есть два типа людей. Есть персоналисты. Персоналисты – это люди личностные. Они хотят любить людей. И они верят в Личность Бога. Это персоналисты. И есть им персоналисты. Имперсоналисты – это люди, которые верят в счастье в целом. В счастье. И, как ни странно, персоналисты больше верят в Личность. И поэтому у персоналистов обычно управление какое? Личность. Управляет персоналистами. Не верят в людей, в Личность. Также Бога. А имперсоналисты больше верят в законы. В знания. Поэтому персоналистами управляют люди, монархи. А имперсоналистами управляют демократию. Закон выше людей. Поэтому есть группа людей, которые с помощью законов управляют всеми остальными. Они не верят в Личность. Они говорят, мне все равно, что ты скажешь. Есть закон. И здесь не надо считать, кто лучше, кто хуже. Не надо. Просто есть культура. И вот в этом наша ошибка. Понимаете? Мы лучше давайте убьем тех, кто хуже. Просто есть природа. Понимаете? Природа такова, что на Западе люди верят в законы, а на Востоке – людей. На Восток приезжай. Все, ну, есть законы. Ну, все договариваются друг с другом. Все решают отношения. Так или нет? Ну, приедь на Восток, там куда-нибудь, ну, скажи, по закону, вот так. Он говорит, ну, да. А все все равно по-другому. Все там верят в людей. Там люди и Личностям доверяют. Людей доверяют. На Запад приедь. Там, как бы, люди не имеют значения большого. Имеют значение законы. И так устроен мир. И не надо противопоставлять одно другому. Потому что все люди хорошие, просто все разные. Разные. Вот и все. Вот и все. Из-за этого не надо убивать друг друга. Любовь означает понимать различия друг друга. В этом любовь. И мир, и гармония наступает. Некоторые пытаются из Востока сделать Запад. Другие из Запада – Восток. А надо просто жить в мире. Принимать и те, и другие. Все хорошие, но разные. И так понимание своей природы. Один тип людей. Знание спасет мир. Второй тип людей. Понимание структуры спасет мир. Вот я вам сейчас рассказал структуру. Что есть монархи, есть демократия. И не надо пытаться перетягивать одно в другое. Просто есть разные типы личности, они по разным мыслят. Вот и все. Если кто-то захочет сделать в России демократию, то Россия будет уничтожена. России нужна монархия. И еще один момент очень важный. Если человек не верит в свое правительство, он просто мешает всем жить. Потому что разрушение правительства означает страдание всех людей. Каким бы ни было правительство, за него надо молиться, его надо очищать, помогать ему, верить, помогать. Если правительство разрушается, вся жизнь людей разрушает. Законы разрушаются. Смотрите, чуть-чуть власть ослабла, вся страна развалилась на мелкие кусочки. А теперь такие последствия ужасные из этого возникают. Кусочки стали враждовать между собой. Все, начались войны. Власть должна быть сильной. Она не должна быть слабой. И она должна быть такой, какой ей положено быть там, где мы живем. По природе людей. На Востоке не может быть демократия. И также на Западе не может быть монархия. Люди не верят в людей. Они не верят в одного человека. Следующий тип людей – это люди, которые верят в богатство, в процветание. Они верят, что людей спасут средства. Нужны средства. Нужно школы строить. Нужно дороги делать. Нужно, чтобы было продуктов достаточно. Экономическое развитие спасет людей. Это правда. Это правда. Три типа людей. Ученые, управленцы и бизнесмены. Такова природа лидеров. Три типа лидеров. Теперь вы скажете, ну а конкретно-то чем мне заниматься? Мне строить там, или мне торговаривать, продукты продавать? Что мне делать-то? А то, по что вы верите. Почему человек пирожки продает? Он чувствует, что пирожки – это классная вещь вообще. Пирожки продавать всем нужны. И эта вера передается другим. Или пирожки, как бы… Вот у меня один знакомый был, он такой, ну, верил в свой бизнес. И мы с ним общались, он говорит, слушай, вот ты, говорит, камни подбираешь. Ну, они у тебя временные, вот люди носят твои камни год-два, потом перестают носить. А я, говорит, камни подбираю навечно людям. То есть он памятники делал. Он верил в это страшно, что все. У него свое лечение было. Я не стал его переубеждать, зачем делать его несчастным, его бизнес. Его бизнес процветал. Он делал людям памятники. Навечно камни подбирал. Индивидуально тоже он говорит, я индивидуально подбираю, какое заказывают, такое делаю. Теперь, а у меня ничего не получается, да? Никакой, никакая деятельность у меня не получается. А значит, что у вас разум грязный, его надо очищать духовной жизнью. Когда у человека ничего в жизни не получается, он не знает, что ему делать. Это значит, что он неразвитый просто. Неразвитый. Женщине надо учиться любить других, заботиться обо всех. Их она развивает через заботу. Мужчина развивается через аскезу. Поэтому в древней культуре ведической мальчиков сначала тренировали сильно. Им не давали как бы специальность. По специальности действовать не давали, потому что они не знают, что у них за специальность. Их сначала тренировали, очищали их сознание, делали их осознанными. Что значит тренировка? Вот таракан, он лезет туда, 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 туда. Бац, дырку, нашел, все. Пошел жить по своим предназначениям. Ну, если он сидит и смотрит везде, то какое предназначение? Не знает, куда лезть, где дырка, он не знает. Развитие означает, что человек пробует, он везде суется, он пытается найти. И раз, где-то пошло. Все, вот тебе пошло, значит, это твое. Бог тебе дал там дорогу. Все, иди туда. Ну, хорошо, пошло, и остановилось. Хорошо, пробуй. И получается, значит, что-то тебе какая-то часть твоей природы задействует. Не вся. И так постепенно человек туда, 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 и раз, и все, и побежал. И у него пошло, пошло, жизнь пошла к ключам. Но если он ничего... Он сидит, Олег Геннадь, какая моя природа? Ракам должен бегать, а не медитировать. Природа бегать, иначе его задавит. Надо искать. Человек должен действовать, он должен быть активным. Когда человек понял свою природу, дальше он, когда действует по своей природе, он становится старшим. Если его природа лидер, он осознает эту природу лидер, он становится старшим. Почему он становится старшим? А что значит старшим? Значит, ответственным. Что значит ответственным? Это значит, что он понимает, что вот так. Ты туда не ходи, сюда ходи, снег башка попадет. Больно будет. Ответственный означает знающий. Он знает свое дело. Он общается с подчиненным, говорит, вот так не надо, вот так надо. Означает, что человек сначала себя осознал, теперь он уже осознает, что надо с другими делать так же. Природа других людей так же раскрывается перед ними. Он чувствует этого... Он приходит к ним подчиненным, говорит, хочу пирожки печь. Тут смотрят на него, говорят, да не получится у тебя пирожки печь. Я хочу. Не получится. Иди попеки у другого. А у меня может вот этим заняться. Он чувствует, что у человека получится. Он чувствует его природу. Он старший, ответственный человек. Знает, как правильно действовать в этом мире. Потому что он очистил свое сознание. Что-то у меня бизнес не идет, Олег Геннадьевич. Не знаю, что делать. Займись собой, очищай свое сознание. При чем тут бизнес? Если ты не понимаешь, что делать в этом мире, значит, ты не очистился, у тебя не хватает разума пока. Развивай свой разум, аскезы совершай. Какие аскезы бывают? Аскезы над телом. Хатха-йога, голодание, задержки дыхания. Можно физические упражнения делать. Закаляйся, как сталь. Физкультура. Аскезы для тела. Есть аскезы для чувств. Аскезы для чувств означают ограничения. Девушка красивая, но чужая жена. Все, я с ней не вожусь. Ограничения. Если не можешь терпеть, иди дрова поколи. Челентано показал пример. Ножки зажать вот так вот, как он делает. Дрова поколол, полегче чуть-чуть стало. И так практически будешь тыркаться, тыркаться, и поймешь, что самое лучшее, контролировать половое чувство, это молитва. Пока карма наступила. Видите, я нажужжал микрофон. Сейчас будем исправлять карму. Что там у нас случилось? А, просто. Он тоже старый стал. Надо менять. Так, время действует на всех. Приходит время, меняется. Человек другой приходит. Вы его выключайте. А то он мешает.